Все мы привыкли к тому, что бойцы падают в нокаут от удара в голову, но мало кто понимает, насколько могут быть жесткими и опасными удары по ногам. Приветствую вас, железные голени цапли, с вами Федорович, а в этом видео мы полюбуемся на жесточайшие лоукики, после которых продолжать бой уже было невозможно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кей-1 Гран-при 1996 года. В ринге сошлись мощный Майк Бернардо против легендарного Энди Хуга. Конечно, все ждали от Энди красивого боя и нужно сказать, что дождались. План на бой у голубоглазого самурая был простой и четкий. Не входить в обмен руками, с гориллообразным Майком, а отсушить ему ноги с дистанции. И как показал бой, это было правильным решением. А кровавой вишенкой на торте стал нестандартный спиннинг-кик по бедру, а не по корпусу, как это обычно бывает. В поединке с Атаке против Хейса на Гран-при Кей-1 в 1993 году японец с первых секунд боя начал пристреливать свой лоукик по ляжке американца. И, казалось бы, не особо сильные удары, которые тот поначалу легко держал, имеют очень неприятное свойство накапливаться. И каждый следующий становится все болезннее. Что в итоге и принесло победу с Атаке. Кит Ликенц против Мусаши на Кей-1 Гран-при сделал очень нехорошую вещь. Попросил добавки, когда его уже накормили, за что поплатился и вызвал у публики неоднозначные эмоции, когда пытался встать. В 1996 году на Кей-1 Херкулес состоялся долгожданный для многих фанов поединок между двумя топовыми кикерами – Эрнеста Хустом и Рэйм Сефу. Все зрители смогли насладиться феноменальной способностью Хуста пробивать лоукик после клинча. Учитывая то, что Сефу с удовольствием сокращал дистанцию и делал акцент на руки, Эрнеста очень здорово выходил с клинча, пробивая лоукик, закончив бой в начале четвертого раунда. Но то, сколько выдержал Рэй, требует особого уважения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На Кей-1 USA зрители смогли испытать настоящий восторг от работы Энди Хуга с Майком Лабре. Нам всем известно мастерство Энди и его разнообразная работа ногами. Но в этом бою он удивил не только Лабре, но и всех зрителей своей вертушкой в бедро, которая в сочетании с регулярными лоукиками по опорной ноге дала отличный результат. А Майк выглядел как новичок в кровожадных лапах мастера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Любимое противостояние стилей зрителям довелось увидеть в ринге между Томасом Кучержевским, который представлял Кюйкушин, и Жан-Клодом Лоэром из Муай-Тай. И несмотря на то, что в Кюйкушине также лоукики основное оружие, в этот раз тайский лоу одержал верх. 1998 год. Кей-1 опенинг граунд. Энди Хук против Майка Рассела. Красивый бой, в котором Хук продемонстрировал, как нужно заканчивать комбо руками, конечно же, жестким лоукиком. Но обратите внимание, что Энди взял за цель не переднюю ногу Майка, как это обычно бывает, а все удары бросал по опорной задней ноге, что привело к нокауту уже во втором раунде. Иногда один жесткий лоукик может поставить точку в бою, прямо как это получилось у Рика Руфуса, пробив внутренний лоу Франциско Фильге. Школа Кюгушина известна своей жесткостью и большим количеством ударов, лоукиками в том числе. И Жан Ривере в бою против Фреда Флойда продемонстрировал в полной мере, как можно перебить даже слонячие ляжки. Не всегда тело может поддержать храброе сердце. Также произошло в поединке Роба Каммана против Лавеля Робинсона на Гран-при Франции. Камман работал лоукиками от контратаки, что не позволяло Робинсону перекрываться и очень быстро отсушил ногу. Лавель проявлял огромную силу воли и поднимался, но каждый удар снова ложил его на канвас. Чаще всего в поединках приносят победы базовые связки, которые все знают, но поделать ничего не могут. Также подумал Стэн Лангенидис и, начиная с левой руки, просто уничтожал правым лоукиком левую ногу на буаки Кокуды. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, вы умеете бить лоукик или только получать. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пико! Все, я на кости покажу. Раз, два, и... Это биомеханика эффективных движений. Ее знать надо. Как бы ни отходим до этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хуба, хуба, хуба. Вот так. Хуба. Так. Квадрата одна, да? За дистанцией. Короче, я вот что делаю? Хлоту вырываю, включится, это включится, вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Хуба, хуба, хуба. Атака слева, атака справа, атака слева, атака справа. Это называется лепить. Наши упражнения. Секретный комплекс упражнений по медитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Шарики солнечные. Вставил. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я набеду, да? Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз, естественно. Ничего не успевайте, это убит. Успевайте, это убит. Успевайте. Успевайте. Продолжение следует...